Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В Самаре поднимут цены за отопление. Платить по новому тарифу жители начнут с 1 июля 2022 года. Об этом сообщили в областном правительстве. Отмечено, если в период с 1 января до 30 июня будущего года цифра не должна превысить 1993 рублей 38 копеек, то с 1 июля 2022 года тариф вырастет до 2243 рублей 65 копеек. Об этом говорится в приказе Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области. Сейчас предельный тариф областной столицы утвержден на уровне 1913 рублей 33 копеек за гигакалорию. Цены для потребителей устанавливали дополнительным соглашением с мэрией Самары. Во второй половине следующего года вырастут цены и на услуги ЖКХ. Для Самары установили планку в 5,2%. То есть выше этого показателя коммунальщики не вправе увеличивать стоимость услуг. По расчетам сотрудников Департамента ценового и тарифного регулирования стоимость коммунальных услуг вырастет максимум на 24,5 рубля на человека. Напомним, в конце октября вышло распоряжение правительства России, согласно которому утверждены индексы изменения размера, вносимой жителями платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам страны на будущий год. Для Самарской области, согласно этому документу, установлена планка в 3,8%. То есть в среднем именно на столько и вырастут коммунальные платежи. Однако в некоторых районах и городах индексация может быть больше, но не более чем на 2%. При этом для нашего региона установлен один из самых низких индексов. В Самаре скорректировали маршрут движения трамвая номер 7. Составы курсировали от станции метро Победа до Барбошиной Поляны. Теперь его продлили. Так, уже с 12 ноября трамваи будут ездить до остановки стадион Самара-Арена. По графику, первый состав туда прибудет в 7.42 утра. Отправление последнего в 21.32, сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Стоит напомнить, ранее седьмые трамваи уже курсировали до стадиона Самара-Арена. Однако из-за нерентабельности маршрут периодически сокращали. Автоваз полностью приостановил производство автомобилей на своем заводе в Тольятти. Как сообщается, все три линии сборки остановлены из-за отсутствия необходимых электронных компонентов. На конвейерах собираются основные модели Талада Ларгус, Икс Рей, Гранта и не только. О том, что производство будет прекращено 12 ноября, представитель профсоюза автогиганта сообщил еще накануне. Пока производство планируют приостановить только на один день. В связи с простоем, работникам обещают компенсацию в размере 2,3 средней заработной платы. Подобные ситуации на автовазе возникают с весны этого года из-за постоянно возникающих перебоев с поставкой комплектующих. В регионе подтвердили еще 1798 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб. Больше всего новых пациентов в Самаре 685 человек. 398 в Тольятти, 90 в Новокуйбышевске. 1628 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 170 выявлено при проведении профилактического обследования лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 153 257 случаев заболевания COVID-19. Большинство пациентов полностью выздоровели. Накануне из медучреждения региона выписали 923 человека. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 4945 наших земляков. Только за минувшие сутки скончались еще 23 человека в возрасте от 38 до 97 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. В Самарской области смертность превысила рождаемость почти в два раза. Такие данные приводит Самарстат. С января по август этого года в регионе умерло 34 677 человек. При этом за аналогичный период прошлого года зафиксировали только 30 807 смертей. Обказатели рождаемости напротив стали ниже. Так, за 8 месяцев 2021 года в Самаре родились 18 302 человека. В прошлом году за аналогичный период на свет появился 18 521 малыш, сообщили эксперты. Во дворе мусор, а на детской площадке огромные горы земли. Жители 50-го дома по улице Полевая уже больше месяца не могут добиться ликвидации последствий коммунальной аварии. По неизвестным причинам рабочие не до конца засыпали яму после ремонта. Обращения жителей пока ни к чему не привели. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Ремонт сделали, а привести территорию в надлежащий вид забыли, жалуются жители. Говорят, в сентябре здесь случилась коммунальная авария. Прорвало трубу горячего водоснабжения. Трубы заменили, а засыпать яму как следует рабочие почему-то не стали, удивляются жильцы. Яма была выкопана в сентябре месяце. Работы так они провели ребята достаточно быстро. Но вот с последствиями мы боремся до сих пор. Мусор не вывезен, машин во дворе очень много, машин ставить некуда. То есть опять же сейчас начнется снег, начнутся дожди, начнется грязь. Написала нам в ответе, что это работа включена в график. Мы все понимаем, что город перерыт весь, что везде эти ямы, везде эти кучи. Но нам бы как-то все-таки хотелось, чтобы приехали. Я не думаю, что это очень много времени у них займет. По словам жителей, раньше здесь гуляли дети, в том числе и из соседних домов. Теперь же во дворе грязь, а сама детская площадка засыпана землей. Так что теперь к ней не подобраться. Разрыли еще в сентябре, и вот до сих пор это у нас остается в таком виде. Ездить неудобно, грязь постоянно. Сейчас начнется зима, конечно, здесь будет снег, и убирать двор будет невозможно. У нас же очень много бабушек и дедушек, и конечно, им в такой грязи ходить очень сложно. И вот, если вы обратите внимание, есть провода, которые не изолированы, и все это находится на детской площадке. Жители не понимают, что помешало ремонтникам провести работу добросовестно и сразу. Люди просят подключиться к решению вопроса администрацию. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. И в продолжении коммунальной темы с похожей проблемой столкнули жителей 67-го дома по улице Георгия Димитрова. Прямо возле подъезда огромная яма, которую должны были засыпать еще около месяца назад, но по каким-то причинам забыли. Подробности далее. Примерно месяц назад, в середине октября, здесь произошла коммунальная авария. Случился порыв подземных коммуникаций. Причину устранили, заварили трубы. Но на этом дело остановилось. Теперь прямо перед подъездом огромная яма, про которую коммунальщики почему-то забыли. Тепловые сети не реагируют ни на наши телефоны, ни на наши письма, ничего. Обещали, что вроде бы полтора месяца закопают. Но где это полтора месяца, я не знаю. Сейчас снег выпадет, все там замерзнет, и по-новому все будет у нас авария. Все. Куда обращаться, я не знаю уже. Эстетическое состояние двора, говорят жители, конечно, важно. Но самое главное – безопасность людей. Хлипкие и ненадежные ограждения уже попадали в яму. Жители опасаются, как бы и самим там не оказаться. Здесь навстречу машины, а мы идем и обходим. А то мы по тротуару ходили. Конечно, опасно. Опасно и для детей, и вот асфальт весь. Я не знаю, как. Вот недавно у нас из нашего подъезда гуляла с ребенком, ну с внуком. Он бежит и даже не заметил, что он, ну ребенок, что там, три года. И она еле говорит, я его схватила, бегом. Люди надеются, что на их проблему все же обратят внимание и в ближайшее время, не дожидаясь морозов, коммунальные службы все же доведут дело до конца. Тем самым выполнить свои прямые обязанности. В Самарской области более тысячи домов остались без газоснабжения. ЧП произошло утром 12 ноября в Богатовском районе. Причиной прекращения подачи газа стала дорожная авария. По предварительным данным, водитель грузовика с цистерной не справился с управлением. Машина съехала с дороги и повредила газопровод. Виновник аварии с места происшествия скрылся. В результате ЧП более тысячи домов в селах Виловатое, Съезжие, Андреевка и Максимовка временно остались без газа. На месте работы аварийная бригада газового службы. Прокурором района организована процессуальная проверка, под которой контролируется лично. Кроме того, под контролем прокуратуры остается проведение восстановительных работ. Розыск без вести пропавшего жителя Самары, изъятие наркотиков в Похвестневском районе и ДТП, в результате которого пострадал человек. Подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Кенель-Черкасском районе. Авария произошла около 9 вечера 11 ноября на автодороге Самара-Бугруслан-Березники. По данным ГИБДД, 54-летний водитель ВАЗовской легковушки не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель получил травмы. Его доставили в больницу. До 10 лет лишения свободы грозит 39-летнему жителю Похвестневского района. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска гаража принадлежащего мужчине полицейские обнаружили пакет, где хранилось более килограмма марихуаны. По словам самого задержанного, дурман траву хранил исключительно для личного употребления. Сейчас эта версия проверяется. В Самаре разыскивается без вести пропавший мужчина. 52-летний Щекочихин Сергей Геннадьевич рано утром 9 ноября ушел из дома на 6-й просеке и до настоящего времени не вернулся. На улицу мужчина вышел в одной майке и трико. Его запечатлели камерой видеонаблюдения. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться в ближайший отдел полиции. Футболисты «Крыльев Советов» начали подготовку к матчу 15-го тура РПЛ. Поединок с Уралом пройдет на стадионе «Арена» 20 ноября. Тренировка наших ребят продолжалась более часа. В ней приняли участие все футболисты, за исключением Сергея Пеняева, Данила Пруцова и Ивана Сергеева, которые находятся в расположении сборных России разных возрастов, а также Евгения Фролова и Дмитрия Кабутова, которые занимаются по индивидуальной программе. Стоит отметить, планируется, что во время паузы на матче сборных «Крыльев Советов» проведут товарищеский матч с «Химками». Встреча состоится 14 ноября на выезде. Предстоящие выходные в Самаре ожидаются снежными. Такой прогноз делают синоптики. В субботу, 13 ноября, облачная погода. Будет идти снег. Местами ожидается сильный снегопад. Температура воздуха от 1 до минус 6 градусов. На дорогах гололедится. Днем будет облачно, а местами также мокрый снег. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до плюс 3 градусов. На дорогах гололедится. В воскресенье, 14 ноября, весь день также ожидается небольшой снег. Температура воздуха 1-6 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха минус 3, плюс 2 градуса. Местами гололедится. На этом у нас все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Смотрите наши новости на канале YouTube. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!